15 минут седьмого пожалуйста на улице светло но без света никак так и делаться вчера глаза помыла не пойми как так сейчас я быстро умоюсь 15 минут то я просвет чего говорю вчера вчера разговаривали женщиной тоже как мы беженцы сейчас же придет перерасчет придет перерасчет света и вот я вчера пришел нариса сама лично видела бумагу 3000 у нее за должности представляете 3000 евро за должность у нее она говорит я не знаю сказала хозяину хозяин говорит разберемся ну что значит разберемся ой это может не чей-то долг навешали мне кажется тут такого германии нету чтобы чей-то долг навешали я прям не знаю это вчера с ней разговаривали я честно говоря охерела но прикиньте 3000 долго и она там это там я лариса сразу говорила револи футболи ты тоже тупишь это как подумала думаю правда чуть-чуть это значит на это вы меня свалить сами напалили для электронагрия то еще подорожало но это конечно жесть 3000 нам сейчас тоже придет перерасчет нет прямо честно говоря не по себе такие вот делишки тоже такой это все что я рассказываю это все ничего не выдумано это все вот этой жизни такой кто-то пишет ой еще поднимается рука писать про меня гадости я святой человек просто святой я не знаю как это можно назвать это как люди не сказать они мне не друзья как или и муж и жена ребенок все их семейство перекочевала сюда в германию бабушки дедушки тети дяди какие-то родственники приехали уже чуть попозже и значит тоже как беженцы их значит в лагерь какой-то определили на распределение они хотели тоже но не получилось не все так просто что приехал и зарегистрировался и в общем вот это что я хотел сказать муж жена значит он но нельзя сказать что знаете люди бедные имеют машину тут германии как тут германии эти машину имеешь это у тебя средство передвижения ездишь на работу но у нас в украине понимаете да что если ты машину имеешь у тебя какой-то есть вес то есть ты уже перед людьми то есть я говорю с той точки зрения в которой стране родилась то я и этот людям рассказываю вот туда что вчера девка рассказывала что 3000 у нее за должности за и вот это хочу рассказать про этот пришибленную вещи распродают что я уже рассказала про этот свет что 3000 шури прикинь да я не знаю у нас пойдет разбираться узнаем откуда в общем нам придет перерасчет я уже такая знаешь переживаю мне кажется мы в тот раз не так чайник использовали часто тебе так сестра не показалось что-то я лежал мультиварку данным она же у нас как бы экономка не имею в прошлый раз в этот раз меньше но ему печку в этот раз больше использую посмотрим так что я остановилась на этом рассказе люди семья семейка наши украинцы все имеет машину я же говорю что если тут в Германии машина это средство передвижения люди ездят на работу тут нет такое знаете что машина это какая-то роскошь есть у кого-то побогаче машины у кого-то победнее это уже какую машину ты можешь содержать как будто на каждый карман на свой карман это не важно все имеет же машину все приехали сюда на машине устроились нормально даже сказала хорошо отец мать короче все их семейство с ними и тут значит все они такие зашифрованные все они такие знаете продуманные в общем собираются они куда-то уезжать и переезжать сначала говорили что они какой-то жилье у меня и теперь говорят что мы уезжаем какая-то знаете такая ну факта не в этом просто когда сюда поселялись я имею ввиду в Германии то всем давали или не всем но по крайней мере те которые первые приезжали сюда давали деньги на обустройство жилья когда жилье снимаешь квартиры она же пустая и в ней ничего нет ни мебели не мойки ничего поэтому джоб-центры или знаете социал когда сразу сразу же людей на социал всех брали это потом уже перевели по джоб-центрам вот потом кто устроился на мини-джоб но это уже неважно это уже такая ситуация но факт то что жилье это обустраивали и я уверена что не за свои же деньги и вот это же они значит каким-то там с таким переездом занимаются и что меня самое большее что удивило что все свои вот эти пожитки которые у них там какие-то там шкафы вот это вот у нас это мы с Ларисой вот купили новую машинку стиральную новый холодильник а у них все ж б.у. все ж б.у. а еще хотят и бабки сэкономить чтоб бабки были чтоб бабки не тратились по тателям ходить понимаете это я о чем это я к чему веду что все свои пожитки люди не раздают а люди продают и я такая была немножко удивлена когда прочитала объявление что эти же люди продают стиральная машинка б.у. с ржавчиной с они ее не раздают они ее продают хорошая она значит в рабочем состоянии но значит цена машинки 50 евро шкаф какой-то тоже там 50 евро какой-то там еще там че тумбочка че шо там 80 евро так я это к чему думаю слушай не бедная люди же за свои бабки все это мебель ничего не покупали и нет видите все в дом все должно быть так сказать подсчитано что ничего написали бы отдаем бесплатно самовывоз нет хоть полкиник но надо все равно пишет стиральная машинка с внутренней стороны есть ржавчина но на стирку она не влияет продаем за 50 евро и вот я ж такая думаю думаю юля какая же ты молодец а просто святой человек знаете вот а вы у меня спрашиваете если ты будешь ехать в украину куда ты отдаешь свои пожитки продавать буду куда ей когда продам даму так вот объявление буду продавать куда я ехать хоть поскольку то ну ничего вот а я представляю если бы люди вы оставили столько пожиток как я оставила в украине ой да у них там был бы наверное разрыв жопы вот вот об этом весь как бы весь показатель а так на вид как будто бы такая семья знаете не из бедных да зажиточная так бы сказать вот тебе зажитка копеечка копеечки если бы люди знали сколько ты еще оставила в горлок это еще недвижимость уничтожили да если бы люди еще а если бы еще люди будут так так они вообще там бы за голову схватили и сказали боже мой вот так что я посмотрела думаю вот правильно вот так вот и надо жить а а если бы еще бы говорится о том что если бы люди еще бы там бы со своей бы зарплаты или вот это со своих каких-то таких каких-то доходов еще бы тратились бы на животных бездомных о это они вообще хорошо если бы на дурняк ходить вот так по тофилям собаки пчелок слаживать вот тогда да так это я к чему говорю что те которые пишут про меня мадости у них поднимается рука это просто и вообще что это даже грех такое делать понимаете грех потому что я жарю как бы это не скромно не звучало сама себе говоришь но это действительно я даже думал вот это послушала по распродажу эту думал о и думаю боже все равно какая какая у нас хорошая семья хорошая добрая сейчас таких людей как в моей семье очень очень мало практически нет я так вообще практически в единственном экземпляре так что вот так вот надо жить так это учитывая что с мужиками с машинами и машины такие нехилые не знаю кем они работали в украине шо чем они занимались а но факт остается факт вот вот такие вот пироги так что из песни слов не выкинешь шо есть то есть недаром не думаю что кто-то покупал мебель за свои гроши я имею ввиду за какие-то гроши которые привезли и тут покупал я не знаю кто тут такие думаю что все все обустраивали себе жилье или живую давали деньги помощь или как-то джоб-центр там говорили что сначала же деньги давали вот нам отлично давали вот я же говорю что на обустройство нам давали деньги а потом говорят что людям начали джоб-центр уже ты описывал что тебе там надо там например багеты люстра там я не знаю там диван шкаф вот и как-то они там я не знаю что че покупали людям че в общем как-то доставляли ну какая-то такая вот ну факт то что никто своих денег не тратил но видите хоть какую-то копеечку но надо все равно правильно так что вверх живи вверх учись вот такая вот а как они обустраивали ну а в шкафы привезли кровати такие кукульники шкафы ну все новое привезли но все ну как не качественное какое новое все новое покупался социал я не знаю она говорит сетей все такое шкафы кухню там два стола шкафов вот таких вот такого ну там на ресторе такого не было но все равно ну все новое все новое денег на руки не было тут же слушай тоже можно дать объявление и ну так сказать там еще там машинку стираю и кто-то тебе предложит машинку БУ бесплатно это я не продаю ну вот видите как говорится и там бесплатно там где-то найти все можно бесплатно найти может просто в каким-то другим городе ну видите всех по-разному но факт уж остается фактом что никто свои деньги не влаживал эти лариса привезли коробки там в коробке там их 9 человек 9 ну да даже лишние ложки нет вот 9 человек 9 ложек ну вот да вот видите то есть каждому по ложке каждому по тарелке так привезли то есть если что-то хочешь лишнее уже сам докупай но все равно давали что-то но у нас тоже в городе здесь есть такой центр как называется для беженцев центр для беженцев где-то можно тоже прийти было там взять что-то какие-то тарелки какие-то вещи вот какие-то и что практически и тоже там волонтерами работали я по-моему и сейчас существует какой-то такой центр наши украинцы взяли и все кто там работал все там оделись обулись и все себе боже мой что они только себе не натащили это такое потому что немцы помогали хорошо да немцы прям помогали прям привозили туда люди приезжали на машинах привозили прям туда вот так вот загружали и посуду и технику и что там только они привозили так что-то а потом у наших что они спроси наши говорят о это мы все купили за свои деньги все за свои гроши покупали ну а что не правду я говорю правду я даже знаю таких о это я все купила это я все купила а я-то знаю что она в этом центре там как волонтерят все ж когда волонтерят кто-то ж все ж думают тоже что просто так нет думают о это плюс а кстати в Германии если ты волонтер то у тебя есть какие-то ну преференции для тебя в общем к тебе уже другое отношение и наши все активисты все волонтеры как в 14 году тоже у нас тоже на Украине все активисты все волонтеры потом люди по сегодняшний день он без домов без по белу свету склоняются каким-то активистам волонтерам повезло кто-то стал помощником кто-то вообще хохма кто-то помощником депутата стал был волонтерский центр сегодня на Майдане волонтерили это не то что я отлично знаю группа женщин волонтерили волонтерили карточки свои давали открывали а потом стали друг друга обвинять то та обворовала то та лишние деньги взяла и все это на просторах фейсбука потом на просторах инстаграма друг друга блокировали говорили что будут в полицию писать но это полиции не дошло видишь это кому-то кто-то получил урвал больше кусок начало заяц людская ну конечно так и было и все я как-то как помню 14 год бля кому-ка не приведи господь кого только не было и все хотели в активисты все хотели волонтеры все я говорю а люди как без домов были так уже и по сегодняшний день без скала и без двора ляточка иди дай дай ляля капельку оставила она всегда заметь всегда чуть-чуть оставляет ляля закушай это почечнику кушай кушай вот молодец деловая да все намазюкалась может еще чуть-чуть под смазать ресницу люблю когда ресницы большие что-то голова какая-то шумит все теперь буду сидеть и ждать перерачат засвет засвет перерачиваться гас ну слушай ну неужели столько маминополит вот такую 3000 я говорю у нас вся старая они же сняли квартиру и она была пустая но потом хозяин где-то там тоже мебель мебель технику выушну они где-то там находили они же ничего не покупали но я говорю может она просто не энергосберегающая у нас старый-старый холодильник а может такое если не энергосберегающая это столько крутить ну не знаю это конечно сумма большая но кто его знает где штучки осталось ну а ты думаешь может быть какая-то ошибка ну думаю может быть не 3000 но если в прошлом году она на 1000 чем-то заплатила она что-то говорит у меня всего высчитывают 25 евро а должны высчитывать ну 50 вот это еще из-за этого если бы не высчитывали у меня бы 50 а что она не на 5 дней она написала чтобы рассчитывали еще в прошлом году больше не говорят как положено там за свет ну сколько положено там например 27 евро значит столько в общем она узнает а мы скажем это вообще такая это же по сколько надо теперь сколько-то надо выплачивать эту сумму больше чем на полгода теперь джоб-центр его не раз так на полгода 600 евро 500 евро даже 200 евро стоит очень много какая-то вообще фантастика не знаю но она вот это я думаю может быть она не так поняла эту бумагу может там 300 когда смотрю нет ты лично видела она звонила она хочет найти волонтера девочку которая поможет ей написать письмо это претензии написать еще джоб-центр ну этот мини-джоб я не знаю ну даже если она на мини-джоб отработает лишнее там на 100 евро зарабатывает на мини-джоб хоть не на мини-джоб это такая большая сумма мне кажется просто огромнейшая это прикинь и сейчас то есть получается что она что человек как-то залез в долг а она не успеет рассчитаться с этим долгом как придет еще долг ну если так судить если по логике как она говорит мы не так сильно тратим света ну то есть не она говорит малые тратят а тратят малые говорят у них постоянно говорит включен свет и от одной лампочки это же не может быть такого это же не то что у них там насос работает и бассейн там каждый день подогревает воду это же такое знаешь лампочка телевизора я не думаю что она там много берет ну бывает такой же холодильник там ну может быть не знаю 100 киловатт возьмет не знаю было такое у нас стояло два холодильника морозилка в украине и я больше бумагу чем на 200 киловатт никогда не заполняла а когда было еще можно было платить например 100 по одной ну там по львотной цене даже 150 я всегда платила плюс больше на 50 было побольше со временем ну в общем ничего не понятно ничего не понятно что все понятно да маленький а на улице я не пойму какая погода на улице как бы мокрый ну асфальт не мокрый где люди ходят а где машины прям мокрые тут наверно может была минусовая температура а теперь она сейчас начинает чуть-чуть знаешь машины разъехали ну что это раз это так все пошла я одевать штаны лифчики и собираться с вами заболтайся